Катастрофический провал Соловяков во время теракта привел к увеличению количества его жертв Судите сами Террористы покинули Крокус в 2013 Об этом сообщает множество разных медиа И сейчас это уже установленный факт Это восстановленная хронология событий В 2013 террористы на Рено Симбол покинули Крокус И поехали в сторону Брянской области Опять же, по времени как раз Вот если они выехали во столько То они действительно могли быть в 23.15, как пишут известия И другие провластные пропагандистские источники Вот в той точке, где они столкнулись с российскими силовиками То есть в 2013 они покинули помещение Крокуса Штурм Крокуса силовиками начался в 21.30 То есть спустя час и 17 минут Еще раз, не час и 17 минут после атаки Атака началась в 19.55 примерно То есть спустя полтора часа после атаки Но спустя час и 17 минут После того, как террористы из Крокуса уехали Что это значит? Это значит, что медики и пожарные Не заходили в Крокус Потому что к ним, к медикам и пожарным Вопросов у меня нет Они не имеют права заходить в здание Если есть подозрение, что внутри террористы Потому что они могут открыть по ним огонь То есть нужно, чтобы сначала прошел штурм Или начался хотя бы и было установлено, что нет внутри угрозы И тогда медики и пожарные могут заходить Что произошло за этот час и 17 минут? Я напомню, что террористы стреляли из автоматического оружия Из автоматов Калашникова И помимо тех, кого они убивали Оставались еще и раненые С пулевыми ранениями С кровопотерей Сколько людей за этот час 17 умерло от кровопотери? Я не знаю Явно ни один и ни двое Они подожгли Крокус У них не было с собой цистерны с бензином Максимум какие-то небольшие канистры С зажигательной смесью и коктейлем молотого Пожар, который они устроили Можно было бы потушить Причем достаточно оперативно Все не вспыхнуло за секунду Это не вагон метро Час 17 беспрепятственно Огонь разгорался Пожирая все большее и большее пространство И создавая угарный газ Которым дышали люди, в том числе раненые Час 17 Там были пострадавшие Которым не оказывалась помощь Потом начался штурм После штурма И даже во время него, как поговаривают Зашли пожарные и медики Однако в какой-то момент Крыша Крокуса упала Из-за того, что сгорели перекрытия И, как пишут Под этой крышей Оставалось какое-то количество людей Упала бы эта крыша Если бы пожарные зашли туда Не спустя полтора-два часа А спустя час Мы можем только спекулировать на эту тему И я не хочу Но то, что погибло большое количество людей Из-за промедления силовиков Это факт С чем было связано это промедление? Я не знаю По протоколу, если вы знаете, что У вас террористы Не захватывают заложников, а стреляют Группа должна заходить Сразу, как только есть такая возможность Даже если бы силовики знали, что внутри находятся террористы Заходить через полтора часа после атаки Это безумие Потому что даже если вы думаете, что внутри все еще террористы Которые расстреливают людей А, естественно, вы уже ознакомились с каким-то количеством материалов По крайней мере, те, кто сидят в кризисном штабе То каждая минута промедления Это еще один убитый человек Но Там не было террористов Они уехали Оцепление просто стояло И Где были специалисты, которые отвечают за опрос выбегающих очевидцев? Которые должны были у каждого Или у каждого, кто не ранен, спрашивать Все еще остались террористы? Все еще ведется огонь или нет? На протяжении всего этого времени Люди покидали крокус Кто-то уходил через подвалы Кто-то через аварийные выходы Наконец-то разбаррикадировав их И, естественно, силовики должны были спрашивать у этих людей Должны были быть специалисты Которые бы на слух определяли Что выстрел А что? Какой-то звук Хлопок Любимое российское слово От того, что что-то загорелось Но с 23 до 21.30 Ничего не предпринималось Штурма не было Проверки не было А люди продолжали умирать Это что такое? Вы построили полицейское государство Все в России крутится вокруг ФСБ Срррр и силовиков И они просто стоят и ждут Просто боятся А где те смельчаки, которые уши отрезают? Где вы были в этот момент? Не такие смелые зайти в пустое здание, проверить, есть ли там террористы? Это безумие. Это со времен Беслана и Норд-Оста, наверное, одна из самых больших халатностей, которая была. В Норд-Осте был газ, который запустили и не дали медикам формулу, из-за чего погибло большое количество людей. В Беслане занизили количество захваченных заложников, из-за чего начали штурм в какой-то момент. Видимо, либо предполагаешь, что там меньше людей, либо из-за того, что общество не знало, какие масштабы там заложников. И, собственно, не давило, чтобы продолжались переговоры. И в итоге погибло большое количество детей и самих штурмующих. А теперь просто вообще не было никакой причины для этого. Стояли силовики и просто стояли. Час семнадцать. И медики рядом с ними стояли, которые оказывали помощь тем, кто выбегал, но не заходили внутрь. Почему я так долго об этом говорю? Мне кажется, это одна из самых выпиющих деталей произошедшего. Если по всему остальному можно спорить, то здесь спора быть не может. Это не халатность. Это пи***ц. Извините за мат. Но правда, сколько людей погибло из-за этого? Насколько больше жертв, чем могло бы быть? Сколько людей стекло кровью? Сколько людей задохнулось от угарного газа? Пока эти любители пластиковых стаканчиков стояли и с***ли. Вместо того, чтобы собирать информацию. Я уже не говорю про то, что теракт вообще в принципе должен был быть предотвращен ФСБ. Она для этого и создана, была. Но очень занята была. Ищет подростков. Создает провокации по релейным шкафам, как пишет Медиазона. Очень занята была ФСБ. Своими важными делами. И Путин был занят, которого западные разведки предупредили о том, что готовится теракт. Очень много дел у него было. Надо было в очередной раз ядерным оружием поугрожать. И поотдавать приказы. Вновь наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. И продолжать агрессивную войну. По итогу, это самый большой провал спецслужб и силовиков за большое количество времени. Но давайте отмотаем немножко назад про то, какая последовательность была у этого теракта. Боевики припарковали автомобиль непосредственно на пешеходном переходе у входа номер 14 в выставочный центр «Крокус-экспо». «Крокус-сити-холл» — это часть «Крокус-экспо». Телеграм-канал Мэш утверждает, что это произошло в 19.55 по московскому времени. Неясно, по какой причине боевики не подъехали непосредственно к концертному залу, до которого оставалось около 200 метров по прямой. В теории они могли бы припарковать автомобиль так, что расстояние между местом высадки и залом составило бы менее 100 метров. Но они этого не сделали. На видеозаписи, где они останавливаются, видно несколько вещей. Во-первых, видно, что они выходят и ставят на сигнализацию. Это значит, что никакого пятого или водителя не было. Второе. Много обсуждается, что там якобы фургон кинологической службы МВД. И действительно, похоже. Но а что мог сделать бы кинолог в этой ситуации? Вот это, наверное, единственный мент, за которого я, что называется, впрягусь. Да, он должен был передать информацию, безусловно, чтобы силовики приехали как можно скорее. Более того, непонятно, что происходило с полицейским участком, который якобы тоже находится в Крокусе. Где все эти были люди? Но, тем не менее, ничего из этого как бы не дало никакого результата. Выйдя из автомобиля, террористы сразу начали стрелять. Это видно на съемках с видеорегистратора, установленного в одной из прижавших мимо машин. У охраны, даже если она дежурила на входе, не было времени, чтобы оказать сопротивление. Попав внутрь помещения, боевики стали двигаться в южном направлении, продолжая стрелять. С момента их высадки у входа номер 14 и до стрельбы по людям, собравшимся у входа номер 13, это вход, через который можно попасть непосредственно в Крокус Сити Холл, он расположен в 120 метрах от места парковки автомобиля, прошло достаточно времени, чтобы один из посетителей, находящихся на верхнем этаже Крокус Экспо, между входами номер 13 и 14, успел начать съемку. Миновав ход номер 13, боевики попали непосредственно в вестибюль Крокус Сити Холла и продолжили движение к залу, не переставая стрелять. Этот момент запечатлен как минимум на трех видео из дальней юго-восточной части вестибюля. Посетители прячутся за креслами, некоторые выбираются на улицу через панорамные окна. На одном из видео окна разбиты, вероятно, их разбили сами, спасавшиеся от террористов посетители, но подтверждения этому на видео нет. Следующее видео снято внутри зала, причем еще до того, как туда попали террористы. Слышны звуки автоматической стрельбы за пределами зала. Некоторые люди медленно начинают эвакуироваться. Первый засвидетельственный момент стрельбы непосредственно в зале снят одним из посетителей концерта у западной лестницы. Террориста на съемке не видно, но виден выход пороховых газов из автомата. Все ли боевики заходили в зал именно через этот вход, неизвестно. Возможно, остальные воспользовались центральным и юго-восточным входом. Еще на одном видео боевики уже находятся в центре зала у звукоинженерной площадки и ведут стрельбу оттуда в западном направлении. Один из боевиков достает бутылку с жидкостью и поливает ею кресло впереди от себя. Затем происходит первое возгорание. Оно локализовано в юго-восточной части зала на первом этаже. Всего от места парковки до центра зала Крокласс-Сити-Холла, где был устроен поджог, боевики прошли не более 300 метров. Это расстояние можно преодолеть за 4-5 минут даже с учетом коротких остановок. Насколько можно судить по опубликованным данным, никакого сопротивления на своем пути террористы не встретили. Показывать эти видеозаписи я вам, естественно, не буду, да и то вы их видели наверняка, но вот схема, которую нарисовала Медуза, достаточно примечательна. То есть это была очень быстрая операция. Быстро зашли, быстро вышли, устроив пожар и убив большое количество людей. С момента выхода их из машины, 19.55, до момента их отъезда в 20.13, можете сами посчитать, что прошло 18 минут. Это было очень все быстро, и затем они уехали. Добрый день. Слава Украине. Она пока стесняется, и ей придется долго тренироваться, чтобы правильно проговаривать фразу. Слава Украине, героям слава. Российским оккупантам то, что они заслуживают. И об этом на последнем брифинге Мария Захарова проговорила очень и очень подробно. Многие знают Марию Владимировну как сильно пьющую ***, но на самом-то деле это большая ошибка. Дело в том, что Мария Владимировна – это голос Российской Федерации. И этот голос Российской Федерации, чуть не сказал через букву «П», так вот этот голос решил нас пристыдить и научить сочувствовать на Российской Федерации и ее жителям после теракта в Крокус-Сити. В общем, пришла Захарова и решила сообразить. На четверых. Как это выглядит в ее исполнении, я примерно представляю. Она ставит три зеркала и соображает. Вы же свою версию можете написать в комментариях и подписаться на мой YouTube-канал. Мы здесь называем вещи своими именами. И да, Захарова – это голос фашистской России. Все остальные определения типа *** – это все оценочное мнение. Непосредственно о ситуации на Украине. Но начнем мы опять же с ситуации вокруг Крокус-Сити-Холла. Как я уже сказала, практически весь мир выступил с решительным осуждением теракта. Потом втянулись в общий мировой хор и западники. Кроме одной страны. Интересно, кто же не сочувствовал россиянам? Кто же не скорбел? И самое главное – почему? Ведь это большая загадка. Что важно, забегая вперед, сразу скажу, что Российская Федерация использует теракт в Крокусе исключительно для того, чтобы иметь аргументы вести войну с нами. Продолжать вести войну с нами. Только одна страна на нашей планете пошла противоходом. Не уверена, что можно говорить о стране и государстве. Все-таки давайте говорить о киевском режиме. Мало того, в украинских социальных сетях появились циничные, бесчеловечные, злорадные комментарии. Кстати, вопрос к американским интернет-гигантам и платформам. До сих пор не решились удалять человека ненавистнические посты, которые призывают убивать русских? До сих пор считаете это нормальным? Вы же, получается, солидаризируетесь с теми террористами, которые убивают в зале мирных граждан, в зале театра? Я считаю это нормальным. А вы? Конечно, надо уточнить. Нужно уничтожать российских граждан, которые с оружием в руках перешли границу Украины. Независимо от их юридического статуса. Но в связи с тем, что война выходит в некотором роде на новый уровень, конечно же, атаковать нужно российских военных, российских силовиков и на российской территории. НПЗ это бонусом. Крымский мост тоже. Вы же делаете то же самое, только в информационной среде. Более того, вы же все эти годы, я обращаюсь опять же к американским интернет-платформам, вы же все эти годы мотивировали экстремистов к тому, что если даже убивать нельзя, то русских можно. Видимо, смерть, боль и страдания ни в чем не по винах людей доставляет кому-то какое-то просто людоедское удовлетворение. Если Захарова начала говорить об удовлетворении, хавайся вжито. Чем она может быть удовлетворена? Кроме любви к Путину, к фашистской России. Конечно, она еще получает удовольствие от смерти. От того, что ее страна несет смерть. Давайте-ка посмотрим. Удовлетворение от убийства мирных людей. А кто же это все пропагандирует? Ну-ка, давайте-ка раз, два, три из того, что было сказано по российскому государственному телевидению за последние дни. А потом мы обсудим, должны ли мы сочувствовать россиянам или нет. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, стюками, на повозках и на запад. Преднамеренное убийство гражданских лиц для достижения каких бы то ни было целей неприемлемо. И то же самое сделать с другими городами, в том числе и с Киевом. Можно и на восток. Я знаю, что в Белгороде готовые пункты временного размещения можем принять. Сказать, что это новость в части того, что они хотят разрушить украинские города, да, нет. Тут единственный нюанс, что появились пункты временного размещения в Белгороде. Это интересно. Это вот лишний раз свидетельствует, что специальная военная операция Владимира Путина и российской нации и народа. С нацией не уверен, но народ в некотором роде там есть. Народонаселение. Значит, их спецоперация война идет четко по плану. Ну-ка, давайте-ка вызовем Машу. Она сейчас покажет сеанс публичного удовлетворения. Что ей еще в жизни нравится? Захаровой. Это касается не только киевского режима, но и всех тех, кто считает возможным оправдывать убийства граждан России, русских, русскоязычных. Это очень опасно. Особенно если вспомнить о тех многочисленных кровавых преступлениях, которые современные совершили против мирного населения Донбасса и других российских регионов. Об этом мы тоже поговорим сегодня подробнее. Буквально молниеносной была реакция режима Зеленского. Он сначала поспешил откреститься от этого преступления, неуклюже пытался переложить вину за него на Россию и ее руководство. Он прямо начал распространять какие-то обвинительные речи в адрес России и ее руководства. В контексте теракта. Делалось это настолько топорно, что мысль об украинском следе стала буквально укрепляться в массовом мировом сознании. Нет, слабо и мало. Давайте-ка разберемся. Разберемся с тем, почему мы не скорбим и не сочувствуем. В некотором роде я не то что злорадствую. У меня такое, знаете, пренебрежение к ним просто. Вот лучше, наверное, не пишешь. А все почему? Вот я сейчас вижу, главный враг Украины. Вот его надо уничтожить. Преднамеренное убийство гражданских лиц для достижения каких бы то ни было целей неприемлемо. Сильно пьющая *** Захарова, ой, простите, официальный голос Российской Федерации Соловьева называет журналистом. Но почему-то она вспоминает обо мне. Стоит и думает, Маша, любые мысли, любые флюиды, которые ты направляешь в мой адрес, они бесполезны. Потому что ты военная преступница со всеми вытекающими последствиями. И ГАГа ждет не только Владимира Путина. Там список немного дольше, длиннее. Это не то, что вы подумали. И составлять его будет Кирилл Буданов и другие специалисты. Зафиксировали это, мы сохранили все те видео, все те аудио, все те скриншоты, сообщения, которые были размещены в эти часы в интернете и появлялись на телевидении. Мы же видели, как официальные лица, представляющие киевский режим, совместно с теми, кто называет себя украинскими журналистами, а на самом деле являются даже не пропагандистами, теперь они уже просто трубадуры террора. Они часами сидели в прямом эфире в интернете и разглагольствовали о вине России и непосредственно руководства нашей страны в связи с терактом под заголовком «Москва убивает своих собственных граждан». Ничего себе. А в чем противоречие? Кто-то может объяснить? Я противоречия не вижу. Ничего себе. Ничего себе. Там единственный есть нюанс, что часть российских граждан, она убивает об Украину со всеми вытекающими последствиями. Ну и давайте-ка разберемся далее, почему же мы не скорбим и не сочувствуем. Должны быть иллюзии. 48 часов всем покинуть Харьков и поквартально сносить к чертовой матери. Вот не надо больше ничего говорить. Любые наши проявления взаимопонимания, братья, сестры воспринимаются ими как слабость. Все наши уже здесь. Все, кто нам братья, уже здесь. Они нашли способ перейти границу. Они покинули. Объясните мне, почему вообще Киев стоит? Почему этот нацистский город до сих пор стоит? Преднамеренное убийство гражданских лиц для достижения каких бы то ни было целей неприемлемо. Сразу хочу сказать, что неправильно оскорбели не только украинцы. Или, точнее, вообще не проявляли какого-то сочувствия к российским фашистам. Тут все очень просто. Это же обыкновенная человеческая логика и мораль. Вы пришли в нашу страну убивать, убивать и убивать. И когда у вас там на болотах случаются какие-то проблемы, вы требуете какого-то особого отношения. Так не получится. Еще раз. То, что у Рашки много врагов по всему миру, это понятно. Они много бомб сбрасывали на этой планете. Не только в Украине. Ну и, возможно, какие-то горячие парни решили с ними посчитаться. Еще раз. Террорист, му, как явлению, нет никакого оправдания. Но что делают эти негодяи? И народ Российской Федерации в том числе. Она клеймит Запад. Слова представителя Белого дома Кирби вызывали недоумение не только за рубежом, но и внутри Соединенных Штатов Америки. Первым делом он заявил, что необходимо получить больше информации о произошедшем, чтобы сложить дословно пазл воедино. Казалось бы, вот оно, разумное, нужно дождаться результатов хотя бы каких-то первичных экспертиз, результатов допросов, результатов работы следственных органов. Но нет, спустя буквально пару часов пазл, видимо, в Белом доме сложился окончательно. Да, вся планета видела, как ухо. Ухо у таджийского парня, предположительно, террориста. Как ведет себя Россия при задержании ее силовики, при этом хвастаются этим. Ведут они себя как террористы. Значит, почему Украина не имеет к этому отношения, по информации Государственного департамента и Соединенных Штатов? Во-первых, есть здравый смысл, который никто не отменял. В принципе, Россия в данном случае вне этого правила. Это, мне кажется, очевидно. А есть и практическое объяснение и Захарова, и не только Захарова, своим ртом это проговаривает. Вопрос о том, знали ли Штаты о нападении заранее, Кирби, представляя Белый дом, сказал, что нужно спрашивать Госдеп. То есть, вы представляете, вы только вдумайтесь. Это же очень важно. Когда нужно было ответить на вопрос о том, кто стоит за терактом в России, Госдепу, Белому дому потребовалось всего лишь каких-то там, я не знаю, пару часов. И они тут же сказали, кто же в этом виноват. Когда Белый дом спросили, а передавал ли этот самый Белый дом администрация Байдена, американское разведсообщество, соответствующие материалы официально в Москве, они не смогли ответить на этот вопрос. Они сказали, что журналистам нужно обращаться в другие ведомства. Это видео мы начали с того, что Захарова решила сообразить на четверых. По большому счету, ей компания не нужна. Значит, главный упрек, претензия американским партнерам, а в данном случае в борьбе с терроризмом это правило никто не отменял, в том, что как-то не так им сообщили. Ну, вообще-то, посольство Соединенных Штатов и других натовских государств, они официально, громко, на своих сайтах публиковали, что в России террористическая опасность. Как вы думаете, если они официально об этом заявили, то, наверное, было что-то еще неофициальное? Я вот знаю, что было. Причем и российские военные преступники тоже это знают и об этом говорят. То есть информацию, которую передали США, о которой они говорят, было недостаточно данных там, чтобы предоставить? Вы знаете, значит, такая практика складывается, когда американская страна, даже если предоставляет определенный объем информации, то не всегда бывает конкретным. Поэтому приходится дорабатывать. Много примеров к тому. Несколько лет назад, вы помните, в Санкт-Петербурге, когда в одном из соборов должен был состояться террористический акт, нам пришлось дорабатывать эту информацию на коленке, в буквальном смысле, если слова. Спасибо, конечно, что говорят, но тем не менее, хотелось бы в большей конкретности. Теперь внимание вопрос. Соединенные Штаты официально уведомили Рашу, несмотря на то, что это нацистское фашистское государство, о том, что готовится теракт. А что эти, говорят, информация была не конкретная, недостаточная, приходилось дорабатывать на коленке. Хочется спросить, Бортников, ты кто? Ты глава ФСБ или кусок чего-то не очень хорошего? Тебя проинформировали, тебя предупредили, а российские спецслужбы провтыкали этот теракт. Профты-кали. И сейчас пытаются переложить ответственность на западный мир. Вот он говорит, что нам надо было больше информации получить от американских друзей. Так вы скажите спасибо, что вам в принципе эту информацию предоставляют. Потому что сколько радиоактивный пепел раз на неделю угрожает уничтожить Соединенные Штаты, а вам все равно продолжают помогать. И как вы воспользовались полученной информацией? Никак. Потому что все ФСБшники и другие силовики засредоточены на внутреннем терроре против граждан Российской Федерации и на войне с Украиной. Вот собственно и все. И поэтому Захарова с таким вот кислым лицом, чуть не сказал Е, тут рассказывают о том, что не так скорбит Запад. Запад виноват. Она, оказывается, тут с секундомером в МИДе сидела и засекала, какая страна Запада, когда опубликует свою позицию по этому поводу и выскажет соболезнования. Им показалось, что западные страны делают это слишком медленно. Медленно жалеют Россию. А используют весь массив этой информации. Они исключительно для того, чтобы продолжать обосновывать войну. Все эти истории, что эти джикси и парни бежали в сторону Украины. Был коридор. Их должны были встретить как героев. Все это такой бред, честно говоря. Во-первых, Лукашенко говорит, что они бежали в Беларусь. С другой стороны, еще раз, все там российская *** и Путин в первую очередь, они сосредотачиваются на том, что НАТО приближается к нашим границам. Очень странно. Швеция и Финляндия придвинулись к границам. Нет, не так. Швеция и Финляндия, эти страны там, где были, там и не остались. Они вступили в НАТО, и вроде Альянс стал ближе к российским границам. Так это так. Но почему при всем этом раскладе *** это Мария Захарова. Ну и Российская Федерация, ртом которой она является. Потому что НАТО, в отличие от российских, границы эти не пересекало. Это же просто и очевидно. Министр иностранных дел Литвы Ланцбергес вообще выступил с запредельным по своей сути сообщением. Он сказал, не будем терять фокус. Вы не фокус можете потерять. Вы не хотите терять прицел. Это да. Но тогда так и надо говорить. Отмалчиваться пытались представители Ирландии, Канады, Новой Зеландии, оттягивая свою реакцию буквально до последнего. Ну, как я уже сказала, режим Зеленского единственный, кто обвинил Россию в причастности к теракту. Почему многие украинские журналисты, я в том числе, выдвинул такие предположения, что это сделали они сами? Ну, во-первых, у на российских нацистов такой имидж. На этом они приходили к власти. И подобные вещи они используют в рамках своей так называемой политики террора, смерти, ну, в общем, в пропаганде русского мира. И да, этот теракт, почему они хватаются за украинский след? Потому что вот в любой момент можно сказать, что давайте проведем еще одну волну мобилизации, потому что вот Белгород страдает. Хотя он там ходит без бронежилета, значит, страдания не засчитаны, и нужно усиливать, усиливать и усиливать. Что касается фокус, сбивать фокус, что имеет в виду глава МИД этой страны? Он имеет в виду, что сейчас Захарова и компания воют на тему, что мы жертвы агрессии. Ничего подобного. Вы как были оккупантами, так вы и, собственно говоря, ими остаетесь. А по отношению к оккупантам прицел сбивать не надо. Вот у меня на днях выйдет интервью с нашим крутым оператором БПЛА с позывным Марио. Вот у него прицел не сбивается. Не пропустите это. Важное интервью. Об этой жуткой стороне современного оголтелого неонацизма на Украине, построенного на ненависти ко всему русскому, западный медиа-мейнстрим своим зрителям не рассказывает. Они не становятся объектами карикатур. Они не вызываются на ковер международных правозащитных организаций. Они, кстати говоря, не подвергаются культуре отмене. Вот за эти свои жуткие заявления и слова «нет же» им обещают еще больше денег. Для чего? Для того, чтобы, как сказал Джордж Буш-младший, они убивали еще больших русских. Потому что, как развивали эту мысль уже представители Белого дома и нынешней администрации Байдена, это хорошая сделка. Такое впечатление, что Мария Владимировна Захарова от фразы «уских» получает удовольствие. В ходе этого брифинга она ее продекламировала с различными интонациями. Грустная, веселая. Маша в шоке, Маша в восторге. Маша на волне безумия. Тут у нее получилось лучше всего. Так вот, сделано это много-много раз. Я еще раз, не хочется быть банальным, но скажу. Российские граждане, если у вас какие-то претензии к Украине, идите на Москву. Москва, Кремль, Путин. Вытягивайте деда на войны, повелителя бункера, этого мстительного маньяка из Кремля. За ноги, за руки, можно за шею. Иди, гляди, гляди. И проблема войны и мира начнет решаться. И мы будем жить в рамках международно признанных границ. Ну и в завершение. Без эстонцев никуда. Это так прикольно. В то время, когда я был в Таллине, а потом в Вильнюсе, звучали эти заявления со стороны руководителей соответствующих ведомств. Вы, наверное, думаете, что это совпадение, почему Цимбалюк был в Таллине, а там звучали такие заявления. Совпадение? Не думаю. На сайте внешнеполитического ведомства Эстонии был опубликован следующий комментарий. Вчерашнее нападение на концертный зал в Москве, говорится в официальном сообщении МИД Эстонии, ясно показал, что режим в России ориентирован, опять же, подчеркну это слова, эстонского МИДа, на завоевание соседних стран и организацию гибридных операций вместо заботы о благополучии и безопасности собственного народа. Дальше эстонский МИД начал зарываться еще глубже и отметил, что это не первый случай в истории, когда российское руководство использует, как было там сказано, теракты в Москве с жертвами среди мирного населения для оправдания своей военной политики. А Машка-то молодец! Зафиксировала, что на этой планете много людей, которые называют вещи своими именами. И один из них – это автор YouTube-канала с поэтическим названием, поэтическим и романтическим, Роман Цымбалюк. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. И да, чтобы эти *** не говорили, не мечтали, запомните аксиому «Украина была, есть и будет». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok